друзья мои всех приветствую решил я вам показать вот такую кучку ножей это очень редкий момент когда у меня собирается одновременно столько ножей но этому есть объективные причины этот нож на него кстати есть видео заказчик то ли где-то в отпуске но в общем короче не может пока получить поэтому как приеду скажу тебе ты отправишь мне нож эти два ножа тоже из видео о том как потерялись заказчики до сих пор по этим двум ножам заказчик так и не объявился на этом ноже нужно дописать лазерной гравировкой там определенную фразу вот но лазерщик пока короче только на вторник блин сейчас получилось вы кстати сергей будет если смотреть это вот пока только на вторник самое ближайшее время по лазерки это ловец снов мини по нему будет видео заказ такой у меня и в ближайшие дни сегодня завтра будут видео по вот этим двум ножам но сегодня я хочу поговорить об этом ножа я его уже в шорт видео показывал это шейник шейник финка неполноразмерный нож потому что ну пока заказов на такой нож полном размере у меня не было но это скажем так такое вот видео которым я и сам сделав этот нож хотел посмотреть как он будет выглядеть как он будет сидеть в руке ну и для потенциального заказчика это тоже будет как бы показательно да уже можно себе представить как этот нож ну скажем в два раза будет больше выглядеть как всегда начну с ножен ножны выполнены из кожи растительного дубления имеется цветное тиснение прошито все увощеной нитью окрашена от зеленого в оранжевый переход и по краям в черный ножны позиционируются как шейного ношения но не только не помню ж на ком ножа я попробовал так сделать в общем и мне эта идея очень понравилась то есть я делаю подвес жесткий и шейный блин ножны получаются компактнее как то такие имеется отверстие для проветривания или там сушки ножен вот так в принципе такие компактные шейные нужны теперь что касается ножа да блин нету конечно здесь гравировок он бы так гораздо интереснее смотрелся и насечки но это все надеюсь будет во вторник если ничего там у лазерщика не сорвется вот такой вот друзья мои ножек длина клинка 65 миллиметров общая длина 145 очень компактный но я бы не сказал что он прям маленькие вот он как такой вот для повседневных задач или вот просто где-то там на пикнике на природе допустим на шее висит постоянно под рукой монтаж здесь комбинированный здесь вот хвостовик вот так идет посередине где-то вот до этого места смонтирован он штифт здесь скрытые штифты внутри вот эти два штифта они только через плашки проходят ну и плюс темлячная трубка такая вот мозаичная бэкспейсер тоже выполнен из не карты просто из черной накладки выполнены также из авторскими карт вот брусков это у них сейчас такая вот экспериментальная так как эта организация мне дружественная они мне вот подогнали и так для экспериментов ну интересная микарта она очень необычно то есть когда на нее смотришь кажется что она какая какими-то ступеньками а когда в руки берешь она гладкая прям интересная микарта нож этот выполнен из стали ванокс кто не знает это азотистая порошковая нержавейка то есть это настоящая нержавейка то есть самая нержавеющая нержавейка всех нержавеет вот в к написали там да что сейчас нынче такие формы в моде но я не знаю решил попробовать мне нравится то есть вот не знаю насколько правильно называть этот нож финкой конечно нет но что-то скандинавская есть в нем такой прям и вот вроде бы не сказать что большой размер ножа до такой ну шейник но в руке он ощущается ну не чувствуется маленький такой прям ножик и ножик то есть для меня это очень прикольный размер я вообще люблю такими ножами пользоваться я даже уже не помню когда я полноразмерным ножом где-то на природе или на охоте пользовался то есть для меня вот это прям очень нравится очень привлекательные размеры для меня вот друзья мои в принципе по ножу все рассказал да и в конце этот нож он в наличии он будет продаваться все мои контакты в описании будут к этому видео и в описании канала все друзья мои всем пока до новых встреч до новых обзоров ножей подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки делитесь своим мнением все читаю практически всем отвечаю всем пока